Хотя и были комменты на иностранных форумах что день и сохранилась фотографии того героического танка далекой войны. Впрочем даже если и не те, то какая в принципе разница интересная и героическая история не перестает быть таковой. Вот собственно Геройка Великой, как иногда называют Первую мировую. В британском штабе совещались всю ночь. К утру, за час до рассвета, было назначено большое танковое наступление союзных войск. Танки Марк 4, новейшие тяжелые боевые машины, недавно поступившие в распоряжение армии, впечатляли одним своим видом. Несколько дней назад их привезли на линию фронта. Казалось, эти монстры запросто прорвут немецкую оборону и быстро дойдут до самого моря. Тем временем те, кому предстояло совершить исторический прорыв, экипажи боевых танков, спокойно спали, завернувшись в одеяло. Война анестезирует нервы, и даже накануне такого ответственного события солдат легко проваливается в целительное небытие, пользуясь редкими минутами затишья. Спал и весельчак капитан Дональд Ричардсон со своим экипажем. Для них этот выезд должен был стать первым. Танк бывшего бокалейщика Дональда носил гордое имя Фрайбентос. Именно так называлась лучшая тушенка на довоенном складе Ричардсона. Танк Фрайбентос был самец. В британской классификации это означало, что помимо двух пулеметов Льюиса в его боковых башнях были установлены дополнительные шестифунтовые пушки Гаубицы. В общем, по заявлению капитана, это была самая защищенная консервная банка на свете. И он был совершенно прав. В предрассветных сумерках танки и пехота начали наступление. Боевой задачей танков было уничтожение бывших фермерских домиков за грядой холмов, которые немцы превратили в укрепленные бункеры. Почти сразу стало понятно, что реальность кардинально отличается от оптимистических планов командования. Танки и люди двигались очень медленно, увязая в грязи. Дождь шел всю ночь, и пашиндальские болота предстали во всем своем непроходимом великолепии. Немцы проснулись и начали активно обороняться. Фрай Бентос шел первым, вел огонь из всех орудий и казался неуязвимым. И вот уже первая цель, ферма Соми, была уничтожена. Танк развернулся в сторону фермы Галлиполя. В азарте боевой экипаж не заметил, что другие машины буксовали далеко позади. В какой-то момент осколки шрапнели и влетели в смотровую щель. Ричард Сон отшатнулся, задел лоб тем за рычаг. Фрай Бентос рванулся вперед и завалился на правый бок. Дональд быстро успокоил экипаж. Ребята, штатная ситуация. Нам надо выбраться наружу через верхний люк, отсоединить буксовочную балку, вставить ее под гусеницу, и мы возвращаемся в исходное положение. «Кто пойдет?» «Я!» Мгновенно отозвался рядовой Брэдди. Он был самым горячим из новичков. Без лишних разговоров Брэдди открыл люк, вылез снаружу, начал откреплять балку, и... Был мгновенно убит немецким снайпером. Самое ужасное состояло в том, что Брэдди выпустил из рук балку и она легла поперек бокового люка, заблокировав выход. Смерть Брэдди быстро отрезвила всех. Ричардсон оценил ситуацию. Фрайбентос оказался в одиночестве. До него так и не дошли ни британская пехота, ни остальные танки. Он застрял, выбираясь из огромной воронки, и лежал в своеобразном окопе, откуда мог стрелять по неприятелю с боковой пушки, оказавшейся теперь наверху. Рядом с этой пушкой был единственный незаблокированный выход наружу. Однако воспользоваться им, значит выбраться на танк, стоящий посреди пуля боя со всех сторон окруженной немцами, ведущими огонь. Тем не менее 12-миллиметровая броня надежно защищала Фрай от любых снарядов. Так началась самая длинная в истории военных действий осада танка. Достоверно известно, что Фрайбентос продолжал вести огонь все утро, пока британская пехота и танки безуспешно пытались штурмовать немецкие позиции. Более того, ему удалось уничтожить все близлежащие немецкие огневые точки. К двум часам дня, когда выстрелы вокруг несколько поутихли, на экипаж героического танка обрушилась новая напасть. Погода в Пашиндале явно решила выступить не на их стороне. День боя выдался на редкость ясным и жарким. 28-тонная консервная банка, и без того разогретая двумя льюисами с воздушным охлаждением, раскалилась на солнце. Запасы питьевой воды стремительно сокращались. К этому моменту хилл. И один из пулеметчиков были ранены осколками шрапнели, залетевшими в смотровую щель. Их раны обостряли жажду. Капитан Ричардсон принял решение еще раз попробовать сдвинуть танк и выбраться из грязи. Повинуясь командиру, Фрай Бентос завелся, зарычал, рванулся, и неожиданно резко накренился дальше вправо, вогнав казенник нижней пушки в грудь пулеметчика Бадда, и проломив ему ребра. Из экипажа осталось семеро, с одним трупом снаружи и одним внутри раскаленной консервной банки. Близился вечер. Вдруг в танк ударил снаряд, запущенный явно со своих, британских позиций. Что это за фокусы? Экипаж с недоумением смотрел на командира. Я знал, что так будет, ребята, сказал Ричардсон. Они видят, что мы прекратили огонь, и думают, что никого не осталось в живых. Теперь они будут пытаться уничтожить танка, чтобы он не попал к немцам. Марк 4, это новейшее оружие нашей армии. Сумерки принесли облегчение хотя бы от жары. Тело Бадда отнесли в угол и прикрыли тряпкой. Раненых перевязали. Семеро танкистов разделили по йог. Галеты и те самые мясные консервы, роль которых теперь по иронии судьбы и им самим пришлось исполнять. Скоро станет темно, сказал сержант Миссин. Я считаю, можно попытаться выбраться наружу и добраться до своих, чтобы сообщить им о нашем положении и хотя бы прекратить огонь с той стороны. Капитан Ричардсон одобрил этот план. С наступлением темноты Миссин приоткрыл верхний люк и выскользнул в неизвестность. Он дошел до своих и стал первым спасшимся членом экипажа. К утру свой. Огонь по танку прекратился. Тем временем шестеро оставшихся всю ночь отстреливались от немцев. Стрельба помогала согреться, но чужелезный танк оказался чертовски холодным местом. Ближе к утру все снова стихло. Измужденные пулеметчики клевали носом, как вдруг верхний люк распахнулся и в предрассветных сумерках обозначился силуэт немца с гранатой. Ричардсон мгновенно вскинулся и выстрелил в него из револьвера, так что враг не успел даже бросить гранату и прямо с ней скатился вниз. Рядом с танком раздался глухой взрыв. Сон танкистов как рукой сняло. С добрым утром. Приветствовал их Ричардсон. Наступающий день снова обещал быть ясным и жарким. Запас воды подошли к концу. Танкисты вскрыли радиатор и стали пить техническую жидкость. Однако боеприпасов все еще было достаточно, чтобы вести огонь из пушки и обоих люисов. При этом оказалось, что Фрайбентос занимает ключевую позицию. Один танк мог сдерживать целый фланг неприятеля. Танковая атака британцев захлебнулась в болотах. Тем не менее, пехота и артиллерия продолжали поддерживать несгибаемый Фрайбентос на передовой. Ричардсон понимал, что от их стойкости в этот момент зависит успех всей компании. Нет, они не собирались сдаваться. Это был бой на пределе человеческих возможностей. К полудню воздух опять раскалился запах шести живых танкистов и одного мертвого не способствовал общей концентрации. И Ричардсон принял решение по очереди придерживать верхний люк в приоткрытом состоянии. Это также давало обзор задней части танка. Следует понимать, что придерживать нужно было армированную плиту размерами 1 на 0,6 метра. Рядовой трю во время исполнения миссии «Атланта» получил заряд шрапнели в лицо. К вечеру ранены были пятеро. Но немцы не могли пройти дьявольскую консервную банку. За день танк отразил две атаки. Ночью удалось сдержать еще одну. Третье утро застало танкистов все в том же положении. Косой луч солнца через смотровую щель, последние галеты, погладку технической воды, руки дрожат и кружка стучит о зубы. Они должны были умереть уже давно. Иногда казалось, что уже умерли. И все таки основная проблема состояла в том, что у них заканчивались боеприпасы. И тут оказалось, немцы сдались. Сдались первыми. В тот день не было ни одной прямой атаки на танк, только отдаленные выстрелы. Передовая сместилась в другое место. Ну что же, ребята, нам пора уходить, сказал капитан Ричардсон после полудня. Однако уходить можно было только в темноте, потому что бой все еще продолжался неподалеку. Дождаться ночи почти в полном бездействии, по очереди лишаясь чувств от раны и обезвоживания, задыхаясь, пытаясь дремать и просыпаясь от боли. Это была финишная прямая, и шесть раз сумели пройти ее до конца. Более того, пробравшись из танка, шатаясь и пригибаясь к земле, экипаж танка выволок и дотащил до своих два льюиса, как того требовали предписания. И только сдав их под расписку, капитан Ричардсон с чувством выполненного долго потерял сознание. Отоспавшаяся и подлечившаяся боевая команда Фрайбентос получила высшие награды британской армии и стала самым титулованным танковым экипажем за всю историю Первой мировой войны. Ну а что же битва при Пашем дали? Увы, она закончилась провалом и отступлением союзных войск. Именно тогда британцы разуверились во все сокрушающей силе танков, которые просто-напросто завязли в бельгийской грязи. Так что подвиг наших героев имел значение только как образец бессмысленной храбрости, которая делает этот мир таким любопытным местом.